Мы жизнь свою проводим средь людей, латая души современных механизмов, и не торгуем в храме без затей, и не приемлем правил формализмов. Лаборатория автомобильной диагностики предоставляет вам диагностику европейских грузовиков и автобусов. Добрый день! Я продолжаю сегодня рубрику с рассказами о сидельных тягачах, о их достоинствах и недостатках. А как вы знаете, нет абсолютных автомобилей, точно так же, как нет идеальных людей. У каждого автомобиля есть свои технологические недостатки. Итак, Volvo FH 2020 года. Новая кабина автомобиля обладает и новым силовым каркасом, с другими пропорциями, высотой и внутренним объемом, выросшим на 1 метр. Интересно, что одну треть увеличенного пространства отошло к расширению багажника. Перед водителем установили новую эргономичную приборную панель, получившую изогнутую форму, которая обеспечивает удобный доступ к предоставляемым данным и органам управления. Очень хорошо, что в машине сделали множество ниш, куда можно положить, там, допустим, постельное белье, документы и так далее и тому подобное. В кабине автомобиля можно стоять в полный рост, что облегчает существование водителя на длительных стоянках и остановках. Органы управления автомобилем находятся в легкой доступности и не затрудняют труд водителя во время движения. Вольво, вот этой серии, достаточно сложная машина, много электронных блоков, много проводки и достаточно непросто. Ну и чтобы вы понимали, с чем вы столкнетесь, да, система автомобиля электронная очень сложная. Вот смотрите, система очистки выхлопных газов, управление компрессором, модуль управления кузовом, центральный модуль, климат-контроль, модуль кабины, система помощи водителя, модуль водительской двери, цифровой тахограф, электронная система торможения ЕБС, система управления двигателем, электронно-гидравлическое рулевое управление, передний модуль, фронтальный радар системы антистолкновения, мультимедийный экран телематической системы, панель приборов, модуль рамы, система контроля полосы, модуль пассажирской двери, задний модуль, информационный центр водителя, дополнительная удерживающая система безопасности СРС, система управления трансмиссией, модуль телематики, контроль давления в шинах, электронный блок управления транспортным средством, камера помощи водителю, беспроводной удаленный шлюз, система аудиоподготовки и сигнализация. Как правило, все какие-то проблемы с отказами на этих машинах – это неправильная эксплуатация или технические регламенты, которые проводятся не вовремя. Поэтому нужно строго соблюдать предписания завода, изготовителя, но на некоторые вещи нужно обращать повышенное внимание, в том числе на замену воздушного фильтра, на замену фильтра-осушителя, системы воздухоподготовки. Я думаю, что этот регламент у нас в России должен проходить не с пробегом 100-120 тысяч, а гораздо чаще. Машина имеет электроуправляемый ручной тормоз, и система воздухоподготовки имеет свой фильтр, который, в принципе, нужно менять почаще, иначе будут существовать систематические отказы. Что называется, проверено эксплуатантами. Замена через каждые полгода. Иначе дорогой ремонт неизбежен. Еще большой минус таких автомобилей. Автомобиль электронагруженный, информативный, и нужно следить за аккумуляторными секциями, ибо в момент длительных простоев они имеют, в общем-то, ограниченную емкость. И машина начинает жаловаться на то, что пониженное электронапряжение, и существует, в общем-то, временные отказы в этом случае. Поскольку с падением напряжения в системе увеличивается сопротивление в коншинах, и уменьшается эффективность взаимодействия между блоками. Можно так сказать. Вот так вот. Но еще есть один недостаток. Жестковатый, конечно, матрас. В принципе. Хотя водители жалуются, что матрас жесткий. Хотя вот мне, в принципе, нормально. Но на Мерседесе, конечно, матрас на Актрасе лучше. И есть еще один недостаток. Достаточно жесткий пластик. Иногда при долгом использовании автомобиля он начинает где-то поскрипывать, где-то погремывать. То есть, в принципе, но это на самом деле болезнь в современных автомобилях. Используется дешевый пластмасс. И, в общем-то, все практически всегда из-за этого. Ну, а так, в принципе, удобно. Машина... В карданчиках рулевого механизма чаще всего возникает люфт при попадании грязи и воды. Поскольку он стоит в активной климатической среде. Ну, и вот смотрите, да. Вот они, блоки электронные. Висят. И они достаточно низко висят. Вот здесь в том числе. Вот это главная беда. Машина сложная. Электрика здесь сложная. И, в принципе, при попадании влаги часто очень существуют отказы. Иногда течет вот этот сальник верхний, гидроусилитель руля. Причем непредсказуемо. Не зависит от пробега. Видимо, есть какие-то допуски. Сапун здесь уже устроен по-другому. Через центрифугу. То есть, не прямой сапун, просто вниз. А через центрифугу газы очищаются. Вот она. И у него сапунирования практически никогда нету. Наоборот, открываешь маслозаливную горловину, она уже очень сильно втягивает руку, если приложить. Генератор стоит Бош. Так что конструкция сапуна здесь уже изменена. Вот через центрифугу все это дело идет на этом двигателе. Двигатель D13-C2. Немножко они его доработали. На этих машинах можно выключить массу дистанционно. Взяли, сели в машину, захлопнули дверь и дождались, пока везде потокнет свет у вас в кабине. Нажали аварийку один раз, отпустили. Нажали второй раз и подержали. И масса выключается. На этих машинах можно сбросить зарядку аккумулятора, режим зарядки аккумуляторов. Таким образом, заходите в техобслуживание, заходите в менюшку сброс данных, набираете пароль 5678, и сброс. И все. После замены аккумуляторов у вас режим сброса данных произойдет. Из-за редкого обслуживания гидроусилителя руля и несчастой замены его фильтра гидроусилитель руля начинает гудеть. Не доводите до этого состояния, иначе попадете на большой ремонт. Зимой очень часто вот этот замок замерзает. Сюда попадает вода, и он замерзает. Капот замерз. Пришлось откручивать гаечку. Вот здесь вот есть лючок. Лючок скрывается, и гаечка на 13. Не ходит этот рычажок, замерз. Ну, а на сегодня все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание, и удачи на дорогах. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...